доброго дня давайте проверим сейчас нашу связь прошу ли тех людей которые видят прямой эфир сказать насколько громко слышно такое качество и насколько хорошо слышно я пока запущу прямой эфир на другие наши странички на штаб блокады в инши места насколько хорошо слышно я прошу прощения за опять за задержку сегодня со временем тут вопрос в том что у нас сейчас после штурма в этом местечко очень большое количество людей получили терены повреждения нужно решать решать массу вопросов в том числе размещения людей которым сейчас нужно где-то жить до отправки домой лечиться снимать там побои и так далее поэтому сегодня на 40 минут задержка постараюсь следующие разы вовремя выходить еще раз поношу извинения так слышно да есть звук хорошо я хотел с говорить про силы обороны украины смотрите после того когда избили людей под верховной радой ну во первых если вы помните это было абсолютно незаконное действие избивали в том числе женщины стариков мы помним что было грабеж личных вещей и палаток и сумок и там всего остального причем этот грабеж сопровождался враньем что якобы убирали там коммунальщики у нас была история с сотрудником того же полка особенного призначения бывшим беркутовцем который участвовал в разгоне всего этого дела и который буквально на следующий день был пойман на контрольной закупке сотрудниками сбу он продавал те же самые гранаты которые подкидывали фактически в этом местечко и при попытке задержания он бросил гранаты слава богу что не было там ни женщин и детей никто не пострадал но мы видим четко что насилие растет причем частной армии в создании частных армий которые обвиняли в свое время ветеранов фактически создает и аваков и порошенко это реально угрожает жизни здоровья людей это реально угрожает правил право на мирный протест давайте вспомним что заявил порошенко через два дня после разгона нам этого местечка незаконного избиения людей он сказал что ему антикоррупционный суд требования которые выдвигает мвф фактически не указ но это ответ всем тем кто говорит а какое вы имеете отношение к принятию законопроекта про антикоррупционный суд в первом чтении это же типа требования мвф друзья мвф это все замечательно но единственное что имеет воздействие на людей которые пришли к власти на крови это организованные люди организованы на улице это протест поэтому как только этот протест был разогнан тут же порошенко разухарился олигархи могут выбирать между отсутствием кредитов и возможностью быть посаженным в тюрьму если они действительно запустят независимое правосудие ну кроме того что у нас есть уже независимое национальное антикоррупционное бюро поэтому единственным выбором которым этот выбор правильный это выбор между фонарями на крещатике или выбор в сторону реформ застреление украинцам доступа к правосудию я не грожу кому-то фонарями я обычно делаю то что обещаю я просто говорю о том что любой народный протест он иногда когда власть не слышит народ когда над людьми издеваются когда полностью доступ к справедливости правосудия не закрыт когда из них вытаскивают последнее он заканчивается бунтом и депутаты прекрасно понимают поэтому когда стоял палаточный городок возле верховной рады когда собирались большие марши когда была возможность дальше расширения этого протеста естественно это на депутатов влияло поэтому было голосование в первом чтении за антикоррупционный суд и это продолжится как только опять люди возьмут под контроль фактически свой законодательный уровень а избиратели должны его держать под контролем потому что у нас парламентская президентская республика вместо того чтобы подчиняться олигархам депутаты должны слушать своих избирателей но мы в общем то не о том мы видим что жестокость по отношению гражданам нарушение их прав она принимает брутальный характер и стоит вопрос а что мы будем делать с этим я думаю что мы однозначно должны думать о и только о самозащите но и защите страны потому что мы видим что вот эти вот и беркута и полицейские которые задерживают ветеранов это же не первый случай был они неуважительно относятся к их шевронам они очень часто срывают с них шевроны и последний раз я вынужден был у хлопцев их собрать по их просьбе чтобы их не срывали в полицейских участках очень часто есть разговоры это вам за майдан очень часто пытаются рвать или забирать убеды последний раз я собрал практически все убеды у хлопцев и оказался прав у них якобы для проверки начали их забирать в полицейском участке и до сих пор они забрать их не могут а потом заявляют о том что они типа не ветераны они убедили то есть я вижу что это акции избиение ветеранов и избиение людей они носят характер мести реванша за майдан реванша за то что остановили путина в свое время в четырнадцатом году ветераны и волонтеры сегодня от избили народного дата юрия левченко который пытался помешать скажем так беспределу с помощью тетушек когда издевались над мирными гражданами сейчас сидит в тюрьме не в тюрьме уже мы вытащили под домашний арест анатолий виногродский литвиненко которые тоже помогали селянам не решать за них хозяйственные споры а физически и защищали от тетушни нам нужно защищаться давайте поговорим о том что такое сила обороны и почему протесты мирные вообще невозможно если не будет силы за всем этим то есть просто будут фальсифицировать любые выборы отбираться у людей любое имущество полностью ущемляться их права а тот кому недоволен просто разобьют голову ну и когда я сказал защите страны что я имел ввиду а мы видим что если это все носит характер вместе за майдан если мы видим что идет такой политический антагонизм между не всеми полицейскими между этой ударной силой спецназовской их то мы можем предсказать что они будут делать если путин решит вторгнуться еще дальше и помочь своему другу петру ведь сейчас ему это не нужно делать ему не нужны танки в киеве потому что он политически ситуацию держит через коррупцию через торговлю через фактически финансовую помощь своим торговым партнерам мы видим и ахметова и медведчука какую-нибудь функцию выполняет при порошенко мы видим как они торгуют с ворогом так вот все эти товарищи побегут и нужно будет сила которая будет помогать в армии армии и особенно на юге и на востоке потому что все мы знаем что области возле границы с крымом там очень много ненадежных элементов да и государственных наших структурах да и все остальное то есть нам нужна сейчас сила давайте поговорим как это все было в фирменде как это все было в эстонии ну и потом посмотрим как быть нам внутренним кратко вкратце значит финские шутскор начало 20 века финляндия находилась составе российской империи имела особый статус но чуть чаще и чаще начала испытывать давление русификаторская со стороны правительства имперского угроза своему автономии пошел рост нестабильности начали карательные фактические акции царский режим против финнов ну почти все как сейчас почти естественно ситуация немножко другая но мы тоже постепенно теряем свою независимость за счет и коррупции которая нас поглощает за счет увеличения торговли с оккупантами за счет информационной пропаганды оккупантов уничтожения добровольческого движения дискредитации что они стали делать финские патриоты начали основывать по всей стране отряды самообороны которые могли бы сопротивляться как ультралевым элементам то есть большевикам так и карательным акциям царских войск они создавали спортивные организации союз силы они официально занимались физической культурой снайперской стрельбой и них в 1906 году уже 25 тысяч человек состояло это в маленькой финляндии что дальше происходило дальше там параллельно левые активисты то бишь большевики готовили отряды красногуродейцев которые угрожали финляндии большому счету и были еще масса российских войск на территории но российской империи 1917 году и когда начались попытки там большевистских переворотов поглощение финляндии снова они фактически выступили на стороне национального финляндского правительства и в восемнадцатом году был официально объявлен негосударственной вооруженной силой которая тоже решает задачи обороны государства значит тут рассказывается о том какой был счет скор в межвоенное время счет скором командовался тогда маршал маннергейм будущий рассказывается о том как был и стал сейчас после того когда финляндия прошла вторую мировую войну в любом случае счет скоро выполнял две задачи первое защита финнов непосредственно от карательных акций сначала царского правительства российского а после отедов большевиков я кстати не вижу разницы во многом между действиями красной гвардии отедов большевиков и действиями этого геркута оно и я думаю просто еще не проявилось в должной мере потому что все-таки есть еще боязнь некоторая но когда это все сопровождается безнаказанностью то скажем так усиление всего этого дела стоит ожидать теперь посмотрим кайты селит кайты селит в финляндии вернее не финляндия он уже был непосредственно в эстонии значит в конце семнадцатого года начале восемнадцатого ровно сто лет назад появился кайты селит после прихода до влада эстонского большевистского военно-революционного комитета во многих повитах районы стали создаваться национальные военные формирования во главе с замужными селянами господарями магазинов невеликих предприемств то есть фактически среднего класса предприемцев в восемнадцатом году подчас наступу немецкой казировской армии на восточном фронте был создан эстонский комитет по ретонку его поддержал кайты селит и фактически они тогда выступили против большевистского правительства называлась она сначала самооборона национальные военизированные формирования а после провозглашения независимости эстонии самооборона омакайц она уже помогала поддерживать порядок помогала армии помогала полиции в будущем омакайц превращился в союз обороны к этой селит они сейчас сходят состав сил обороны эстонии имеют свои там и танки и систему подготовки резервистов и прочее прочее то есть мы видим три вещи основных первое все эти формирования мы можем дальше перечислять страны страны они все национальные то есть они не будут подчиняться приказам которые направлены на уничтожение нашей державности продажу наших интересов национально второе они все добровольческие то есть самоорганизация и носят две задачи характера защиты себя и своих соседей своих друзей граждан и второе защита государственности фактически это можно называть резервной армии хотя я думаю что все таки правильно делать параллели украинской войсковой организации почему и нет у нас давайте посмотрим в четырнадцатом году 2014 году я первый выступил за воссоздание украинской войсковой организации я имею ввиду как резервной армии мы подготовили начали готовить законопроекты это ну скажем так предполагалось и как возможность создания учебных центров по всей стране подготовки к возможному сражению путина чтобы помочь армии отразить подготовки кадров для армии обучение не только тактической медицине но и снайпингу условиям боям в городской местности и так далее но в четырнадцатом году порошенко громогласно заявил что армия возродилась и теперь сами они скажем так будут эту резервную армию воссоздавать и очень многие включая меня в это поверили потому что ну действительно трудно предположить почему правительство страны не уделяет времени и возможности подготовки резервной армии ведь угроза существует отторжение это самоубийство только потом с годами стало понятно что торговать врагом что разворовывать страну и воевать с врагом только на словах я не про хлопцев которые на фронте я про правительство это к национальным интересам не имеет никакого отношения то есть фактически тогда эта история не получила продолжения хотя когда мы начали воссоздавать добровольческий уже внутренний корпус бутылок донбасс начали подтягиваться и айдаровцы и хлопцы взбройных сил было несколько операций которые можно считать таким зародышем самообороны зародышем этого нашего кайта селита первая акция это помощь людям которые страдают от тетушек вот люди приходят выходят в киеве митинговать против незаконной забудовы своего двора против того что там устанавливается какая-то там заправка предположим приезжают тетушки начинают их избивать и вот хлопцы из донбасса начали помогать то есть приходить и не давать возможности чинить насилие в отношении граждан полиция тогда не вмешивалась но она больше понятно было на стороне тетушек было проведено ряд таких акций потом пошла история о том что очень часто под удар попадают селяне то есть идет война волна рейдерских атак рейдерских захватов и просто напросто людям никто помочь не может они просыпаются их предприятие уже давно переписали на себя неизвестные люди милиция ничего не делает в судах это все завязает а в это время заезжают тетушки разбивают там полностью контору разбивает забирает все документы забирает деньги и люди ничего не могут делать начали хлопцы с внутреннего корпуса донбасса помогать селянам ну не лезть в хозяйственные дела не лезть в хозяйственные споры а не давать насилию против селян быть возможным вот такие две случаи были наиболее серьезных это бережинка и добрые вы на ней про это слышали кто не слышал погуглите бережинка в середине прошлого года все это было третья наверное успешная уже такая операция была блокада торговли с оккупантами на блокады были много людей но скажем так организованной силой основной был внутренний корпус бутона донбасс который фактически забеспечил порядок и забеспечил вообще саму блокаду настало возможным статьи ну и последняя история это 150 человек более 150 около 150 человек вместе с помощью гражданских фактически держали оборону в наметном местечке возле верховной рады почти четыре с половиной месяца до этого за три там четыре года не было возможности даже одной палатки поставить людям которые протестуют против системной коррупции против того что беспредел стране творится а здесь четыре с половиной месяца и только когда уже очень много людей были вымотаны ожидания ранены в предыдущих стычках больные потому что минус 17 было количество свелось до минимума 80 человек ну еще там было около 40 гражданских которые пришли подтримать собрали 2000 полицейских из которых ударная сила была беркутня и как вы знаете произошел разгон как мы видим создание сил обороны украины и какие цели цель первая защита людей их физическая защита их право на мирный протест потому что никакие выборы никакие борьбы не будет возможным если людям просто будут под молчание сми разбивать голову дубинками разворовывать их вещи будучи свидетелями тащить участок потом кричать что они бомжи второе это подготовка фактически ситуации когда если будет вторжение путина то необходимо будет всемирно помогать армии необходимо будет мобилизовать людей необходимо будет пресекать предательство тех негодяев которые сейчас не торгуют но любой нормальной стране подобные объединения самобороны существует почему у нас за это время за четыре года не было принято ни одного закона подавал закон Ярош подавал закон Минничук подавал закон группа депутатов в том числе и я эти законы даже не ставились на рассмотрение потому что боятся организованной силы и тут понятно теперь почему за несколько дней до штурма на этом местечко 18 числа получили уже шевроны сила обороны Украины первая сотня силы от обороны Украины такой шеврон получила первая сотня было обучение прямо перед Верховной Радой и сейчас деление силы обороны Украины идет прежде всего на две части это силы постоянной готовности и это силы которые находятся у себя дома которые проходят подготовку проходят слаживание и когда нужная защита людям либо державе собираются вместе то есть силы такой постоянного базирования в своем районе проживания по поводу законности то есть я абсолютно уверен что когда избиратели я так осторожно скажу вернут себе контроль над своим же парламентом когда заберут этот контроль у олигархов Верховная Рада примет этот законопроект а сейчас я думаю что возьмем пример финнов эстонцев вполне это может существовать как общественная организация цель защиты людей это конституционная цель поэтому полностью соответствует конституции отстаивать право на неприкосновенность себя своего здоровья своих детей своих там своего имущества это объединяться для этого это право каждого гражданина второе деление идет уже по районам в каждом районе мы сейчас будем организовывать такую административную единицу силы обороны Украины как полк но это имеет национальные традиции исторические корни почитайте как организовывались казаки не по вид как в случае там с польской самообороны эстонской финляндской а полк полк соответственно делятся на сотни понятно что первое время и полки и сотни могут быть еще и десятками и там 20 человек и 5 человек но это будет постепенно развиваться третье значит внутренняя система знаков различия она будет их всего там будет три мы взяли за пример финский шуцкор значит первое это солдат он же воин он же боец в принципе можно назвать по-разному солдат есть солдат это непосредственно старший солдат то есть человек который руководит там десятком и это офицер нам не нужно там других никаких делений офицер счет скоро офицер это селит и так далее ну в общем то пример у нас есть третье вот люди спрашивают я хочу уже поотвечать немножко на вопросы а какой функционал какое деление какие задачи сейчас вот открою один опросник мужчины или женщины я думаю что мы сейчас не будем на первом этапе делить на по полу потому что вот и финляндии и в эстонии существует деление там отдельно женские организации идет отдельно мужчин мужские сейчас для каждого найдется в общем то своя функция поэтому тут пол не имеет значения возраст пока не ограничиваем физическую форму то есть будут определенные испытания то есть если человек хотя бы просто в обычной физической форме я думаю что это тоже подойдет полномочия и функциональные обязанности ну друзья еще раз мы действуем абсолютно в конституционном поле во первых защита страны защита украины во время войны и и не важно что верховной рады президент трусливо не признают факт войны а рассказывать про а то про операцию по оброне украины защита державы защита нашей независимости это не просто право это священная обязанность каждого гражданина закрепленная в конституции действовать в условиях если нужно в крайней необходимости это тоже право это закреплено и в уголовно-профессиональном кодексе и в конституции нашей защищать людей защищать свою жизнь защищать мирное право на протест защищать страну в случае вторжения это все индивидуальные права людей и общественных организаций мы тут действуем полностью в правовом поле дальше формат организации сборы вышкил и так далее значит сейчас на рухе вызвания находится ну facebook рух вызвания это facebook нашего движения находится анкета непосредственно тех людей которые хотят присоединиться к силам обороны украины напоминаю что сейчас есть уже первая сотня которая получила и шевроны у которых есть сотник у которых есть командиры десяток это силы постоянной готовности нам сейчас пока больше не нужно а мы развиваем вторую складову это люди которые уже проживают по своим районам территориально будут относиться к полкам и объединяются для защиты людей и державы еще раз повторяю во все это законном поле наоборот препятствовать насилию карательным акциям против людей скажем так торговли интересами державы это наш конституционный долг могут заполнить эту анкетку указать свои данные понятно что туда будут пихать сейчас и сотрудников СБУ и МВС поэтому контрразведка это все дело проверит выйдет с вами на связь и поможет организоваться непосредственно в территориальную единицу то есть если это у вас наберется сотня значит это будет создано сотня в районе будет выбран командир будет организован вышкил организованы встречи будут организованы мероприятия по продвижению идеологии создания справжней украинской державы как вот люди и хотели и на майдане и на востоке в которой закон по надусе которым защита страны и торговля нашими интересами абсолютно разделена но это можно долго рассказывать самое главное вы должны выйти на связь либо через анкету либо написав мне непосредственно в фейсбук можно через личку указано также в на фейсбуке руха вызвания адрес электронной почты мужчина женщина разницы нет возраст разница нет физическая форма хотя бы просто чтобы человек был нормально обычной физической форме территориальное деление силы полки по областям внутри идут непосредственно сотни иерархия идет солдат старший солдат сотник значит и официрование вышкил место вышкил место связи встречи как это все будет давайте уже по мере организации территориальных педротивов избирается командир проводится встреча избирается там флаг прописывается устав и это полк входит состав организации она будет зарегистрирована абсолютно точно теперь по поводу самой работы абсолютно я согласен с теми кто считает что репрессии дальше будут продолжаться как репрессии от разгона мирных митингов так и репрессии против добровольцев все больше и больше будут возглавляться уголовных дел все больше и больше обливаться дерьмом по телевизору я объясню почему во первых активной части людей чтобы они не соединились не возглавили борьбу за свои права основной массы населения очень валят боятся и олигархи и те кто от их имени от имени путина в том числе узурпировал у нас власть второе для того чтобы торговать со своим другом владимиром порошенко нужно готовить общество ему нужно убедить что добровольцы которые 14 послали защищать украину это мародеры и ассоциальные элементы я кстати от многих беркутов которые тут разгоняли людей на майдане и потом после этого разгоняли на душевского слышал о том что добровольцы они пошли на войну чтобы грабить и мародировать поэтому идут скандалы поэтому все больше и больше поливаются грязью если люди будут понимать что добровольцы и верить ничем не лучше те кто с той стороны всех эти гиви и моторол на это идет упор то очень проще гораздо будет объяснить им что давайте замиримся давайте забудем этот конфликт ну и постепенно завести украину опять в режим малороссии опять под власть скажем так московского царя то что сейчас и происходит то есть это просто работа с нашими мозгами поэтому у нас кроме всего прочего уже создано подразделение информационной обороны украины которая будет заниматься показывать как манипулировать сознанием людей делать пропагандистские контр пропагандистские ролики может уже некоторые из них видели будет естественно и организационный отдел и все остальное я знаю что некоторые люди говорят почему это не сделали четырнадцатом году друзья я скажу абсолютно откровенно если кто-то сейчас попадется более грамотным организационном плане человек который лучше знает как все это делать я с удовольствием стану рядовым в этот строй мы такие какие мы есть у нас есть свои положительные стороны есть отрицательные сильные есть слабые я могу сказать одно мы не скурвились за это время и курвиться не планируем мы не сдадимся не отступим не бросим людей если мы не имеем того опыта который имеют очень многие бывшие комсомольцы очень многие люди которые работали в системе в этой но это наша слабость но у нас масса есть с вами и сильных сторон поэтому я прошу тех людей которые не просто имеют боевой дух но имеет опыт организационный могут объединять людей знают как работает система значит руководили подразделениями и предприятиями первую очередь с нами выходить на связь тут нет лидерских вождейских организаций то что мы делаем силы обороны нужно для нашего физического выживания для физического выживания наших семей семей наших обратимов которые сейчас пихают по тюрьмам и обычных граждан потому что еще раз помните если бы во время взрыва когда беркутовец с бушниками слеснулся на броварском проспекте там рядом были женщины и дети мы могли бы более трагические результаты получить и ломали не просто ветеранам голову руки ребра вот здесь на душевского ломали обычным людям женщинам старикам и так далее то что нужно нужно для выживания страны поэтому давайте сейчас прежде всего те кто готов пишем мне в личку либо заходим на фейсбук руху вызвания находим там анкетку силы обороны украины выход на связь если вы даже один сейчас в своем районе ничего страшно это вы сейчас один завтра нас будет 10 15 20 без защиты державы в том числе физической защиты без защиты людей никакие протесты никакие умные светлые честные но бессильные люди никакого результата не добьются по поводу 18 числа мы обязательно пошлем своих вербовщиков агитаторов если будут собираться люди 18 числа сами в эти мирные акции не принимаем участие я уже об этом заявлял но встретить там людей которые готовы вот стать в один строй с нашими хлопцами стать частью силы обороны украины я думаю что это было бы очень хорошо и мы надеемся что мы таких людей увидим сейчас попытаюсь выйти на связь с анатолием виногродским позывной гал одну секунду если он есть дружи гал если меня слышишь попробуй подать сейчас сюда информацию в в ленту я попробую подключить анатолием виногродского он сейчас под домашним арестом мариуполя дружи ну что подключишься так это должен прислать приглашение да алло стрима не видишь я понял а ты можешь подать запрос на присоединение о понятно доброта подготовим отдельный эфир хорошо друзья у нас вот эти вот эфиры когда одна сторона ну два человека в кадре еще пока не все наши хлопцы научились я обязательно ближайшее время сделаю эфиры с командирами активистами руку вызвания и бывшими добровольцами и офицерами батареона донбасс и других подразделений которые станут руководителями сотниками командующими полками десятниками сил обороны украины расскажу о каждом человеке я вас с ними познакомлю я хочу вам напомнить чем отличается то что мы сейчас предлагаем сделать вот просто обычных прожектов те хлопцы которые создают силы обороны украины четырнадцатом будучи в меньшинстве добровольческий мальтон донбасс когда был всего лишь 50 60 человек смогли остановить путина вместе с волонтерами вместе с другими добровольцами они отвоевав несколько лет смогли заставить прикатить торговлю с ворогом хотя бы через линию размежевания и осуществить блокаду торговли с оккупантом эти люди сейчас смогли продержаться четыре с половиной месяца в центре киева когда за четыре года никто не мог поставить там даже одной палатки эти люди приходили на помощь когда нужно было бороться с тетушками когда нужно было помогать селянам эти люди показывали что даже смелая сотня стоит очень часто десятки тысяч болтынов и я уверен что смелая сотня превратится в ту силу которая сможет сейчас защитить людей и обеспечить им право на протест и сделать так чтобы все олигархи и предатели были лишены власти в Украине и заняли свое законное место в украинской тюрьме с конфискацией имущества я против смертной казни потому что эти люди должны скайлом на трассе работать на трассе на постройке трассы Николаев-Тропивницкий еще там где-то и мы все должны видеть и наши дети должны видеть и внуки что справедливо существует без силы этого не будет спасибо за всех за то что приняли при участие в стриме напоминаю на фейсбуке руху вызвание анкета вступление в северную оборону Украины там указана электронная почта либо пишите мне в личку свяжемся состыкуем с другими людьми в вашей области введем состав полка скоординируем объясним по форме по вышколу все будет доброе все будет доброе пока есть хотя бы один человек у нас тысячи по стране которые не покладают руки и борются вспомните и не забывайте что та сторона она слабая у них есть деньги у них есть люди у них есть средства массовой информации но у них нет тех людей которые готовы отдать за свое дело жизнь в нашей стране очень много людей которые готовы положить жизнь за Украину и у которых самое главное есть масса боевых товарищей которые это уже сделали есть память об этих боевых товарищах которые не даст большинству из нас скурвиться отступить но нужно становиться умнее организованнее потому что только организованная сила только новая система может поломать ту старую систему всем дякую слава Украине